В бизнесе помогает, помогает, чтобы ваши результаты росли. Да, хорошо, поэтому как приглашать знакомых, сегодня будем говорить об этом. Перепроверьте, перепроверьте вход в комнату, если все правильно, хорошо, если нет, имейте в виду, вас могут из комнаты удалить. И вообще в нашем бизнесе один из принципов это исполнительность, и вот исполнительность она в мелочах. В том числе и в том, чтобы зайти правильно в комнату. Ну что, давайте пойдем дальше. Следующий. Вообще для чего вы в бизнес-системе? Какова ваша цель? Очень важно на всех этапах в бизнесе держать фокус, ответить для себя на вопрос «Зачем?». Вообще для чего вы все это начали? Зачем вы заварили эту кашу? Мы действуем по схеме. Мечта, цель, действие, план. То есть очень важно разобраться, найти, может быть, какую-то зажигательную мечту, может быть, определить для себя цель, составить план действий и приступить к реализации этих целей на практике. На самом деле, каждому из вас очень повезло, потому что у нас в бизнес-системе СМК есть специальная программа постановки долгосрочных целей. И каждому из вас эта программа постановки долгосрочных целей поможет разобраться, для чего вы здесь. Кстати, кто уже эту программу постановки целей начал, посмотрел, может быть, индивидуальную встречу, один видеозапись, может быть, у вас была встреча с вашим менеджером группы или с директором, или, может быть, вы прописываете пазл, напишите, пожалуйста, в чат, давайте поставим буковку, напишем цель, если у вас уже в этом направлении идут какие-то дела по программе постановки долгосрочных целей, а может быть, вы уже ее прошли, вот эту вот программу и разобрались, для чего вы здесь. Хорошо, у нас стратегия роста на год-два, мы ориентируемся на статус золотого директора, статус золотого директора, потому что именно этот статус мы считаем разминочным. Разминочным и на статусе золотого директора вы получаете европейский уровень жизни. То есть это доход от 75 тысяч рублей в месяц, это чек за три звания директора старшего золотого 3,5 тысячи долларов, это ежегодные поездки за счет компании, мы считаем, что как минимум на этот статус стоит ориентироваться, для того, чтобы понять, как этот бизнес работает. Почему? Потому что одну центральную обучающую ветку вы строите вместе с вашей командой, командой вашего менеджера и вашего директора, а вторую ветку вы строите уже самостоятельно. Поэтому попробовать в этом бизнесе, я считаю, это стать как минимум золотым директором. Хорошо, давайте, поэтому помните про цель, помните вообще, для чего вы все это дело начали. Методы приглашения. На самом деле есть два метода приглашения. Первый метод – это теплый рынок, это рекомендации по списку знакомых. Как раз сегодняшний вебинар посвящен тому, как сформировать команду среди знакомых. И в то же время есть холодные методы, это методы работы с незнакомыми людьми. У нас таких методов порядка 5-6 методов. На эту тему есть отдельные обучения, отдельные вебинары, которые вы можете посмотреть либо в видеозаписях, либо в группе SMK Start на канале вашего менеджера, либо вашего директора. Поэтому мы сегодня более подробно будем говорить именно про теплый рынок, про знакомых. Но перед этим давайте сами себе зададим такой вопрос. Почему сначала знакомые, почему именно со знакомых мы начинаем? Здесь вот такие вот, знаете, риторические вопросы, на которые каждый из вас сами себе ответит. То есть первый вопрос – как вы думаете, кто вам больше всего доверяет? Люди, которые вас уже знают или люди, которые вас впервые видят? Ответить на себя на этот вопрос – как вы думаете, кто больше доверяет? Кому вы сами чаще доверяете? Знакомым либо незнакомым? То есть к чему мнению, к каким людям вы в первую очередь больше доверяете? Следующий ответить на вопрос – кому вы в первую очередь хотели бы помочь улучшить материальное и финансовое положение? Да, тоже это важно, да, определиться кому. Представьте, что вы нашли клад, да, то есть предположим, вы шли, 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 увидели там огромную яму, на глубине этой ямы, увидели, лежит сундук, да, в этом сундуке видно, да, сквозь вот эти вот щели, да, светится золото, и вы понимаете, что вы этот сундук в одиночку не достанете, да, со дна этой, там, например, 20-метровой ямы. Да, кому вы в первую очередь о нем расскажете, и кому вы обратитесь за помощью, чтобы этот сундук золотом достать? Да, поэтому мы, мы, мы ориентируемся, да, что именно знакомые, именно со знакомыми в первую очередь стоит поделиться этим кладом, да, этими сокровищами, потому что чем большим количеством людей вы поделитесь этими сокровищами, тем лучше будет вам, да, вот так устроен наш бизнес, чем больше количество людей в вашем окружении будут зарабатывать и преуспевать в этом бизнесе, тем лучше будут идти дела у вас, тем больше будете зарабатывать вы. Следующий момент. Что такое работа со знакомыми? Давайте с этим тоже разберемся. Очень важно. Это информирование ваших знакомых с помощью менеджера группы, либо с помощью директора группы о возможностях, предоставляемых компанией Арифлейн. Очень важный момент. Обратите внимание на слово информирование. То есть не уговаривание, не дергание, не еще что-то, а именно информирование. То есть задача вашего менеджера, вашего директора, да просто дать информацию вашему знакомому, а задача вашего знакомого решить, что с этой информацией делать. Поэтому вот то, чем мы занимаемся по отношению к нашим знакомым. Следующий момент. Как приглашаем? На самом деле мы приглашаем закрытую. Есть открытый вариант приглашения, когда мы приглашаем и говорим что-то связанное с компанией Арифлейн. И закрытый вариант – это какая-то нейтральная информация. Ну вот смотрите. Представим, есть вы. Это ваш знакомый. Вот у меня есть Арифлейн, да, компания Арифлейн, наш бизнес-партнер. Вот у меня к вам вопрос. Как вы думаете, когда мы говорим нашим знакомым слово Арифлейн, какие у них возникают ассоциации? Может быть, напишите свои ассоциации до того, как вы пришли в этот бизнес, какие у вас были ассоциации, когда вы слышали слово Арифлейн. Да, напишите, пожалуйста, в чат, у кого какие были ассоциации. Продажи косметики. Так, что еще? У нас в комнате почти 30 человек, поэтому, ребята, растет в этом бизнесе тот, кто проявляет активность. Поэтому лидерство – это уметь проявлять активность, да, делиться своим мнением, делиться своей точкой зрения. Косметика плюс бижутерия. Каталоги и раздача их у метро. Каталоги. Так. У меня представление было косметика, поле чудес, да, вот какие-то такие ассоциации, помада. Все. Хорошо, да, то есть получается, что у нас до прихода в этот бизнес или у наших знакомых возникают ассоциации на слово Арифлейн, что это каталоги, продажи, распространение, там что-то впаривать, секта, развод. То есть получается, до прихода в бизнес-систему, да, у кого-то финансовая независимость, круто, да, Салиев Билал, Елизавета Лаптева. Неправильно ты зашел, сначала пишешь свою цифру своего директора, потом фамилия, имя, в скобочках фамилия спонсора. Вы можете на себя здесь навести, в приложении, прямо здесь навести, себя переименовать и сделать это правильно, чтобы вас из комнаты не удалили. То есть получается, на слово Арифлейн, вот это вот все, давайте представим, что мы знали про Арифлейн, наши знакомые думают, что Арифлейн это вот квадрат. Квадрат. Теперь, после того, когда вы стартовали, вы начали развиваться в бизнесе, вы, что вы теперь знаете, какие у вас теперь ассоциации на слово Арифлейн? Тоже напишите, пожалуйста, в чат, у кого какие ассоциации сейчас по отношению к этому бизнесу. Бизнес, отлично, что это бизнес. Качество, качество, хорошо. Надежность, бизнес, возможности, образ жизни, хорошо, хорошо. Доход. Такое ощущение, что у нас Роман и Гусейн сегодня. Видимо, это те ребята, кого мы в ближайшее время будем поздравлять на наших поздравительных мероприятиях. Ага, Алина. Доход. Бизнес-навыки, отличная команда, окружение. Да, то есть получается, MLM, собственно, в чистом виде. Доход. Ага, хорошо. То есть получается, после того, когда мы с вами узнали всю информацию, у нас ассоциация на слово Арифлейн, ну вот то, что перечислили вы, плюс деньги, перспективы, путешествия, саморизация, бизнес, пассивный доход, окружение, развитие. Лохоу. Что? А, доход. Да, то есть получается, теперь у нас ассоциация на слово Арифлейн это кружок. Да, то есть уже другие ассоциации. Поэтому, когда мы нашим знакомым говорим слово Арифлейн, мы думаем в этот момент про кружок, но наши знакомые думают про квадрат. Мы думаем о разном. Поэтому мы в нашей команде используем нейтральную какую-то информацию, мы приглашаем знакомых на треугольник, условно, и приглашаем их на бизнес-проект, на бизнес-систему, на онлайн-магазин, деньги, либо на дополнительный доход. Вот, то есть на какую-то нейтральную информацию человек приходит, рассказываем, как дела в этом бизнесе обстоят на самом деле. Да, или скидываем ему видеопрезентацию, и человек уже понимает, как здесь дела идут на самом деле. Следующий момент. Знакомый – это беспроигрышный вариант. На самом деле, ребята, вот эта схема, она очень ценная. То есть если вы начинаете активно работать со знакомыми, вам это вернется с торицей. Но самый классный вариант – у вас посмотрел знакомый видеоролик «Идея бизнеса» или пришел на живую встречу, ему рассказали о возможностях, он сказал, «Круто, классная возможность, я готов», и стартовал, стал вашим бизнес-партнером. Отлично, начинаем с ним работать по системе, все как положено. Второй вариант – человек говорит «тест-драйв». То есть это как бы, знаете, можно прийти в автосалон и купить автомобиль сразу, можно взять тест-драйв этого автомобиля и понять, как бы, ваше, не ваше. Вот и здесь то же самое. То есть человек регистрируется, смотрит, как растет его команда, начинает посещать обучение, и уже на каком-то этапе стартует серьезно в этом бизнесе, посетив несколько обучений. Следующий момент – это потребитель. То есть говорит «бизнес – ноу», «тест-драйв – ноу», «не хочу», «хочу просто пользоваться продуктом через интернет-магазин, брать для себя со скидкой». Отлично, это потребитель. Но мы можем этого человека спросить, «слушай, у тебя есть знакомые, которых может заинтересовать тема денег либо дополнительного дохода?» Он говорит «да, есть, порекомендуй мне, пожалуйста, я ему расскажу об этих возможностях, будет интересно, эти люди пойдут в свою команду». То есть это рекомендация. В то же время этот потребитель, который просто зарегистрировался на скидку, он остается в резерве. То есть может быть этому человеку сейчас просто нужна продукция со скидкой. Пройдет месяц, два, три, там у человека что-то, не знаю, произошло, зарплату урезали, там, не знаю, с работы сократили, там, стипендию убрали, там, не знаю, ребенок второй, третий, четвертый в семье появился. И тут он вспоминает «ага, я же зарегистрирован в Арифлейм, и у меня есть там классные бизнес-возможности». Надо позвонить своему менеджеру, директору, сказать «менеджер, дорогой, я тут все переосмыслил, готов стартовать в бизнесе». Поэтому кто-то, если из ваших знакомых пока пользуется продукцией и знает обо всех бизнес-возможностях, пройдет время, что-то у человека может поменяться. Это, как знаете, ничего не хочу, да, тоже. Ничего не надо, ни бизнес, ни пользоваться, ничего. Опять же, у этого человека можно взять рекомендации, и у этого человека, опять же, он, знаете, как бы, он наблюдает, да, он находится в резерве, в жизни что-то поменялось, и я готов, я хочу. И этот человек будет помнить, что у вас есть эти возможности. Поэтому знакомые – это очень мощный ресурс. И с самого начала, да, вот на старте, когда вы начинаете работать со знакомыми, вот ваши знакомые будут делиться на эти несколько направлений по этой табличке. Давайте дальше смотреть. Знакомый – это лифт. То есть, смотрите, чтобы стать, ну, давайте возьмем даже, например, золотого директора. Чтобы в этом бизнесе стать золотым директором, представьте, вам нужно подняться на сотый этаж здания. Вот на сотый этаж здания можно подниматься двумя способами. Ну, основными, да. Это лифт, да, зайти в лифт, скоростной лифт и подняться наверх два этажного здания. И можно подниматься по лестнице. Очевидно, что лифт поднимается намного быстрее, чем по лестнице. На сотый этаж, да, представьте, там нужно отдыхать, да, там, ну, в общем, не так просто. Вот бывает у меня не работает, лифт бывает выключают. Например, день не работает лифт, и на девятый, я живу на девятом этаже, ну, разочек размялся, другой размялся, третий размялся, там вышел с сыном с коляской погулять, вот тут с коляской, с сыном как бы подниматься на девятый этаж, это экстрим. Вот, поэтому на самом деле на лифте намного быстрее, да, подняться туда, куда вам нужно, подняться на нужный результат. Знакомые, это действительно, это ускоряет вас, то есть ускоряет ваш рост и ускоряет вас к тому, чтобы у вас здесь появилась стабильно растущая организация. Следующий момент, кто такие знакомые, да, вот очень часто возникает, кто такие знакомые, с кем работать. Ну, здесь вот в центре, да, я нарисовал себя, и у каждого человека к 18 годам, к 18 годам и старше, само собой, есть список знакомых около 300 человек. Как в этот пункт входят? Ну, первый это... Так, люди, меня слышно, видно? У меня почему-то картинка подвисла, у вас двигается? Картинка? Нет. Так, сейчас тогда я перезайду. Сейчас двигаюсь? Тутс, 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 тутс. Тутс, 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 тутс. Ага, все, супер, разморозили. Да, поэтому, в первую очередь, кто в этот круг входит? Ну, первый, это близкие люди, это ваши родственники, это ваши братья, сестры, это какие-то близкие друзья, да, то есть это такие самые-самые, может быть, кровные ваши родственники. Следующий круг, это знакомые, это те люди, с которыми вы коллеги по работе, может быть, по бизнесу, может быть, с кем вы учились, в университете, там, не знаю, в школе, да, такие знакомые, с которыми вы относительно часто видитесь. И третий круг, третий круг, это малознакомые люди, это люди, с которыми вы не виделись, может быть, несколько лет. Может быть, те, с кем служили, может быть, бывшие коллеги по работе, может быть, там, ваши одноклассники, может быть, ваши одногруппники. Малознакомые. Так вот, возникает вопрос, если говорить про список знакомых, как вы думаете, кого нужно писать в список знакомых? Близких, знакомых или малознакомых? Напишите, пожалуйста, в чат. Кого стоит писать в список знакомых? Близких? Да, Алина в теме. На самом деле, список нужно писать всех, потому что среди всех категорий людей есть люди, которых что-то в этой жизни не устраивает. Поэтому список знакомых, да, опять же, мы на наших вебинарах обязательно записываем, да, обязательно вооружитесь блокнотом и ручкой, да, и делайте какие-то записи, да, потому что самый тупой карандаш лучше острой памяти, да, и все, что вы записали, да, вы вложили в эту энергию, эта информация намного лучше усваивается. Поэтому список знакомых писать всех, да, такое еще одно из правил, которое, такой вот закон, да, вот, приглашаем всех. Следующий момент. Не рассказывать презентацию самому. Кстати, как вы думаете, почему? Почему не стоит своим знакомым рассказывать самим, да, там, при встрече, еще где-то? Вот то, что, например, в ролике ваш менеджер или директор, или ваш менеджер-директор вживую вам рассказывал. Почему не стоит идти рассказывать? Давайте я сейчас презентацию расскажу. Друзья, ты отношения, у нас восприняется через призму старых отношений. Ага. А напишите в плюс чат, кто реально вот слышал про это правило, что ему сказали, не рассказывай презентацию сам. Но все равно вы взяли и сами рассказали, что вот вы что-то там с Арифлеем сейчас делаете плюсики. Кто сам? Кто такой, ну ладно, спонсор сказал, как бы все это понятно, но надо проверить. Надо проверить, как бы, насколько это... Да, я тоже, я на самом деле, большинство моим знакомым я приглашал в закрытую, да, так как учил спонсор. Но все равно были те, кому я вот решил, да, решил рассказать сам, да, ну, ничему хорошему это не привело, да. Получил там долю возражений, получил там, чем я занимаюсь, что меня ждет, да, ни к чему хорошему это не привело. Да, поэтому, почему не стоит самому рассказывать? Ну, во-первых, не умеешь, да, то есть ты не умеешь так, как умеет твой менеджер, то, как твой директор, да, пока так не умеешь. Это навык, да, а любому навыку нужно научиться, да, так же, как кататься на коньках. Не один раз надел коньки и все, поехал. Виталий, а имеет смысл на более высоких статусах все равно рассказать самому? Или это правило относится к любым статусам? На самом, имеет ли смысл более высоких статусах? На более высоких статусах можно рассказывать, когда уже есть результат. Но вот я, например, уже, да знаете, были у меня на определенном, с определенными, с новыми статусами, я приглашал знакомых все равно к спонсору, да, потому что были люди, которым я скинул видеозапись, были люди, которых я приглашал на живые встречи. Давайте так, если вы новичок, если вы еще не директор, лучше пригласить на встречу, либо скинуть видеопрезентацию вашего директора, да, это первый момент. Если вы уже директор и выше, то можно с вашим знакомым пообщаться, если вы осознаете, что этот человек будет вас слушать. Потому что бывает, ты начинаешь рассказывать, да, даже вот у меня были, когда у меня был результат, я начинал рассказывать, да ладно, давай к сути, давай здесь, там-сям. Да, если человек вас не готов выслушать, то лучше пригласить к спонсору, да, или скинуть видеозапись. Но с уровня директора, с уровня директора можно, да, опять же, в зависимости от человека. Или это правило. До директора к спонсору, после директора можете пробовать сами. Да, во-первых, не умеешь, не умеешь, да, этому нужно потренироваться. Во-вторых, нет результата, да, то есть ты только начал, да, какой у тебя результат, пока вот только все начинается. Ну и наши знакомые воспринимают через призму предыдущих отношений. Может быть, вы вместе на выпускном гуляли, может быть, корпоратив на работе отмечали, может быть, вместе, там, не знаю, на свадьбе были. А тут ты говоришь, пойдем бизнес строить, да, там, с Reflame или еще что-то, да. А ваш, например, в глазах ваших знакомых вы и бизнес, это пока вещи вообще малосвязные, да, как там две разные планеты. Да, поэтому не рассказывать презентацию самому. Следующее правило. Следующее правило – это меня когда-то в Reflame не было. То есть меня, так же, как и вас, когда-то в этом бизнесе не было. И меня здесь не было не потому, что я учился в университете, там, в Лобачевском, не потому, что мне родители как-то финансово помогали, не потому, что там, у меня была стипендия. Меня не было в этом бизнесе по одной единственной причине. Как вы думаете, по какой? Как вы думаете, по какой причине меня здесь не было? Не знал. Да. Понимаете, я просто тупо об этом не знал. В моем окружении не нашлось человека, который бы позвонил мне и сказал, Виталий, привет, у меня к тебе, там, я тебе по делу звоню, тебя тема денег интересует, я бы сказал, да. Он мне сказал, у меня есть к тебе классное предложение, и он бы мне сказал, либо давай на встречу бы пригласил, либо сказал, я тебе скину видеопрезентацию в интернете, посмотри, мне интересно твое мнение. Я бы сказал, я бы с удовольствием посмотрел ролик, я бы с удовольствием бы пришел на встречу, послушал бы и стал бы директором в команде моего знакомого. Но все получилось случайно. Но случайности не случайны, я нашел объявление в интернете, приехал по рекламному объявлению на встречу, мне рассказали об этих возможностях, и я начал. И жизнь кардинально поменялась к лучшему. Да, начиная с того, что мое финансовое положение, окружение, тут я еще встретил мою супругу, но в общем жизнь кардинально перевернулась, да, поэтому я благодарен, да, СМК, я благодарен этим возможностям за то, что я сюда попал. И все складывается именно так. Следующее правило. Людей много. То есть, понимаете, у нас в окружении огромное количество людей. То есть у каждого человека есть как минимум 100 знакомых. Как минимум 100 знакомых – это те люди, с которыми вы когда-то где-то общались, виделись и так далее. 100+. А у этих 100 знакомых есть еще 100 знакомых. То есть если 100 мы умножим на 100, в окружении каждого из вас, вот каждого, кто здесь сейчас на этом вебинаре, есть как минимум 10 тысяч человек. Как минимум 10 тысяч человек есть в твоем окружении. О чем это говорит? Это говорит о том, что тебе среди этих 10 тысяч надо найти хотя бы 6 ключевых партнеров. Да, вот в каждую ветку. Да, в каждой ветке, чтобы у тебя было… Давайте не 6, давайте возьмем, что в каждой ветке у вас будет по 3 таких вот реально серьезных. Да, то есть получается 6 и 3 – 18. 18 таких прям серьезных, да, серьезных партнеров, да, чтобы в каждой ветке было как минимум 3 директора. Как минимум. А лучше по 3 золотых. 18 человек среди 10 тысяч. Вполне реально. И вы поймите, что, опять же, если вы разбираете, да, опять же, ваш круг знакомых, может быть, не тот человек, которого вы лично пригласили в этот бизнес. Может быть, человек, которого пригласили, он пригласит вашу организацию, вашего будущего директора. Знаете, как есть правило про 6 рукопожатий? Давайте мы с вами посмотрим небольшой ролик на эту тему. Есть теория 6 рукопожатий. Все люди на Земле знакомы через 6 человек. Итак, среди 6 рукопожатий есть ваш будущий директор. Поэтому просто знакомые знакомых. Ёлки вы, да, ёлки, конечно же. Это правило 6 рукопожатий говорит о том, что среди знакомых знакомых можно найти своего будущего директора. У меня так получилось. Я пригласил в бизнес-систему СМК, в Арифлейн, моего одноклассника Романа, второго, с которым мы вместе учились в одной школе, потом в лицее. Я его пригласил. Он по своему списку знакомых пригласил в команду Александра Барабанова. В итоге Романа сейчас нет. Ну, он там ушел в финансовую пирамиду, там отдельная история. Александр Барабанов, да, он директор, да, с растущей команды. Хотя я Александра, видео отдельно, кому нужно, я скину в записи. Напишите в ВКонтакте, я вам скину. А можете забить просто на YouTube 6 рукопожатий, ёлки. Вот. Да, то есть, получается, я лично Александра не приглашал, но Роман стал проводником к моему будущему директору. Поэтому помните, что каждый человек, который приходит в вашу организацию, это ваш будущий директор, золотой директор, или он может пригласить такового. Поэтому людей огромное количество. Это помните. Следующий момент. Основные ошибки. Какие ошибки? Ну, первая ошибка – это рассказать презентацию самому. Это маленькие грабли. Да, мы с вами это уже немного разобрали, да, то, что рассказать самому, то, что это вот воспринимается через призму. Да, вы не расскажете так, как расскажет ваш менеджер, либо ваш директор. Ну, и вторая ошибка – это не работать со знакомыми вообще. Это вообще, да, то есть, получается, огромная ошибка, особенно, когда человек на старте приходит, и даже вот на стадии составления списка, да, не работает. Да, не работает со знакомыми, таким образом он тормозит свой рост. Ведь знакомые они в любом случае узнают, что вы как-то связаны, да, с этим бизнесом, да, с сетевым бизнесом, да, вы как-то связаны с компанией Арифлейм. Просто они могут узнать через кого-то, как-то искаженно, что чем вы там занялись, а могут узнать от вашего менеджера-директора, либо через видеозапись, да, и понять, чем вы занимаетесь на самом деле. Поэтому именно, да, со знакомыми имеет смысл работать на всех этапах. Очень часто возникает вопрос, кто такие знакомые и где их брать. Вот эту табличку я вам рекомендую, прям, знаете, сфотографировать. Да, серьезно, вот если вы сидите и чешете голову, думаете, блин, у меня нет знакомых, у меня мало знакомых, где их брать, кто это такие. Вот эта вот табличка, она вам реально поможет. Да, то есть списки групп знакомых. Близкие люди, родственники, друзья, коллеги по работе, нынешние, бывшие, друзья по спорту, соседи по дому, люди, с которыми вы постоянно контактируете, знакомые в других городах, по записным книжкам, знакомые по детсаду, берете фотографии кадика, школы, института, пионерлагеря, дачи, магазин, вашего магазина, парикмахерской, поликлиники, все эти люди там, везде это ваши знакомые. По альбому с фотографиям очень круто, да? И, конечно же, социальные сети. Напишите, пожалуйста, у кого сколько друзей в социальных сетях? Вот сколько у вас друзей? У кого сколько? Напишите в чат. 1258, пожалуйста, да, Никита Жариков. Так, давайте. 248, 81, 335, 207, 900+, 1058. То есть, ну, вы обратили внимание, у большинства 200+. 200+, да, у кого 300, 400, у кого 1000, у кого там несколько тысяч знакомых. То есть, ребят, это огромнейший ресурс. Это огромнейший ресурс для роста вашего бизнеса и роста ваших доходов. Да, поэтому социальные сети тоже это... Сейчас в социальных сетях можно просто сесть, пересмотреть в очередной раз по список знакомых, и вы увидите, что там далеко, далеко еще конь не валялся относительно вашего списка знакомых. Пойдем дальше. Варианты приглашений, да, то есть, есть достаточно много вариантов приглашений. Ну, давайте мы сегодня обсудим именно вот приглашения с точки зрения, если вы человека приглашаете не на живую встречу, например, а вы ему хотите видеозаписи, да, скинуть ВКонтакте. Там «Привет». Очень важно, когда вы начинаете рекрутировать знакомых, не так, знаете, не так «Привет, деби нужны?» То есть, это может немного напугать или подумать, что вас взломали. Поэтому первые несколько сообщений нужно с человеком поговорить за жизнь. То есть, там «Привет», «Как дела?», «Как работы?», «Как дети?», «Как учеба?», «Как сессия?», «Не сессия?», «Какие планы на лето?» Немножко за жизнь. Это я называю, знаете, «растопить лед». То есть, если вы с человеком особенно, вот этот вот круг мало знакомых, если вы с этими людьми давно не общались, то нельзя, вот так, знаете, сразу сходу, да, в лоб, да, о каких-то предложениях. То есть, немножко поговорить, немножко вспомнить, там, что-то, да, с человеком напомнить о себе. Да, немножко восстановить вот эти вот отношения. Потом один из вариантов, слушай, я тебе вообще по делу пишу. Есть бизнес-проект, где можно параллельно с учебой работать декретом, хороших денег заработать. То есть, работа, ну, если удаленно у вас человек где-то, например, в другом городе, можно написать «работа удаленная 2-4 часа в день». Нам нужен активный человек, у тебя есть знакомые, кому нужны деньги, кому интересен доход от 50 тысяч рублей. Вот это очень грамотный момент, да, обратите внимание, это называется правило третьего лица. Когда вы пишете своим знакомым и фокус сменяете со своих знакомых на, как бы, на знакомые знакомых. А почему так? Потому что бывает у человека, даже если у него что-то в жизни не сахар, если у него какие-то финансовые трудности, далеко не каждый человек может это признать и сказать, да, мне нужны деньги. Да, не каждый человек. А когда вы меняете вот это вот использовать правило третьего лица, говорите про знакомого знакомых, человек вас спрашивает, спрашивает, скорее всего спросит, а что делать нужно, да, что такое. Дальше вы пишете, вкладывать ничего не надо, финансовых рисков никаких, у нас нет никаких черных зарплат, выплат на Яндекс.Кошельки, доход только официальный в соответствии с законодательством нашей страны. Это не наемный труд, тебя обучают развивать свой бизнес. В суть мы создаем увеличивающий поток покупателей в крупнейший онлайн-магазин Европы и получаем процент со всех последующих покупок. Доход начисляется с созданного товарооборота по нарастающей. В зависимости от товарооборота, тысяча две, пять, десять, через год активной работы, пятьдесят тысяч и более, система готова. Я сам в начале сейчас разбираюсь, понял, что тема стоящая. Могу скинуть видео с идеи бизнеса, там предприниматели, которые уже профессионалы в этом деле. Или могу организовать встречу с человеком, который меня всему обучает, напиши номер, позвоню, договоримся о встрече. Вот, да, один из вариантов приглашения. Второй вариант. Я открыл свой интернет-магазин совершенно без вложений, теперь буду зарабатывать дома, дело очень выгодное, думаю, что у тебя тоже получится. Могу скинуть видео, его ведут предприниматели, которые уже профессионалы в этом деле. Посмотри, послушай, вдруг тебе будет интересно. У меня к тебе дело. Друг испросил, что за видео я ему вышла, тебя взломали. Так, кто-то здесь написал. Роман. Да, Ром, перед тем просто, как скидывать видео, вот важный момент, я написал, что нужно растопить лед. То есть, если ты человеку, привет, вот, смотри, ролик, да, это может напугать. То есть, надо реально с человеком повести диалог. Хотя бы 5-7, может быть, сообщений, немножко с человеком за жизнь, чтобы он понимал, что никто тебя не взломал, что это ты, что все хорошо. Вот. А потом, соответственно, скидывать роль. Поэтому вот я, ага, разобрался. Следующий момент. У меня к тебе есть дело. Я нашел подработку, но еще не совсем во всем разобрался. Мне нужен твой совет. Важно твое мнение. Посмотри видео, пожалуйста. Тоже, да, вот спросить мнение человека, да, что он думает. Очень часто у нас страна советов. Очень часто люди любят делиться своим мнением на тему чего угодно. Поэтому это тоже вариант можно использовать. Следующий момент. Я осваиваю новую профессию, интернет-предприниматель. Сейчас на стадии обучения. Помоги, пожалуйста. Мне важно количество участников на вебинаре. Будь другом, удели мне полчаса. Просто зайди на вебинар, интерес, твое мнение. У нас проходит в течение недели вебинар идеи бизнеса. Это вариант пригласить человека именно на живой вебинар, да, с идеей бизнеса. Следующий. Я открыл свой интернет-магазин, набираю партнеров для рекламы в интернете. У тебя есть знакомые, которым нужны деньги. Могу выслать дополнительную информацию. Угу. Вот. Это вот примеры, да, примеры того, что вы можете своим знакомым написать. Правила, которые повышают вашу эффективность при работе. Если человек сказал, спросите о причине, почему ваш знакомый не хочет присоединиться. То есть, если он пришел на встречу, но не позвонил в панкете или не, соответственно, после ролика говорит, что нет, мне это не подходит, узнайте, почему. Может быть, он не понял до конца идеи бизнеса. Может быть, он думает, что здесь нужно с каталогами работать. Может быть, у него еще есть какое-то там представление, что это какая-то финансовая пирамида. Да, то есть, обязательно можно спросить, почему. Почему ты решил, почему ты решил, что пока нет. Дальше. Расскажите про метод регистрации подпоследнего. То есть, я вам напоминаю, что мы в нашей организации используем прогрессивную модель построения структуры. Так называемую вертикальную модель построения структуры. То есть, что это такое? То, что вся ваша команда менеджеров и директоров помогает вам в построении вашей команды. Вот напишите, пожалуйста, не знаю, давайте, еее, еее, кто прочувствовал силу вертикального построения организации. То, что уже ваши менеджеры, ваши директоры вам помогают в построении вашей команды. Что вы получали сообщение, поздравляю, у тебя новый человек в команде. Давайте там, еее, да, кто это вот прочувствовал, да, кому это реально было приятно, да, что ты здесь не один, что ты не один строишь эту команду, а тебе группа опытных менеджеров, директоров помогает в построении организации. Да, еее, на самом деле это очень круто, да, это очень круто, да, что мы здесь строим, да, вот эти центральные обучающие ветки все вместе. Да, делаем это вот командно, да, на одной волне. Поэтому можно сказать, давайте знакомому, что ты можешь зарегистрироваться, посмотреть, да, как работает бизнес, да, как строится организация, как растет товарооборот, посещать обучение и уже на каком-то этапе серьезно этим начать заниматься. Дальше. Продолжайте общаться с знакомыми, приглашайте его периодически, обязательно попросите у него рекомендации. Да, тоже, да, поддерживать связь, да, ваши знакомые будут интересоваться, как у вас успехи, как ваш бизнес, что у вас положительно происходит, да, может быть, вы сейчас в начале, да, прошел там месяц-два, вы уже менеджер группы, прошло там 4-6-8 месяцев, вы уже директор, и жизнь ваша меняется. Да, например, у нас в команде есть парень Михаил Найов, он пришел и за 8 месяцев стал директором. Что у него за прошлый год в бизнесе поменялось? Он заработал полмиллиона рублей, купил автомобиль, да, встретил здесь путницу в своей жизни, сделал ей предложение на банкете директоров, сыграл свадьбу, свозил супругу и маму в Сочи за счет компании Арифлейн. И понимаете, это все за год в этом бизнесе жизнь кардинально поменялась. Поэтому, а ваши знакомые, они, да, видят, вы только на старте, проходит время, ваша жизнь меняется, и кто-то придет на ваш результат. Но здесь, понимаете, здесь важно, вот как-то есть закон семян, да, то есть чем больше вы семян посеете, да, что значит семена, да, это как фермер, да, который сеет там по весне, летом удобряет, осенью урожай собирает. Так же и мы, да, то есть чем большее количество ваших знакомых узнает, что у вас есть какие-то классные возможности, и даже если они сейчас не стартуют, эти семена могут сходить через какое-то время. И ваша знакомая будет снова к вам обращаться и говорить, что, слушай, давай, я все-таки, я созрел, да. Как говорится, у каждого фрукта свой срок созревания. У каждого знакомого свой срок созревания. Из опыта лидеров 70% новых партнеров присоединились к Арифлейн благодаря рекомендациям знакомых зачастую не с первого раза. То есть да, со второго, с третьего, есть пример, с десятого раза люди присоединялись. Поэтому нет сейчас, это не значит нет никогда. Давайте пойдем дальше. Важный момент, давайте тоже разберем. Чтобы эта методика сработала, да, чтобы ваш бизнес шел в гору, ваша команда росла, ваша центральная ветка росла, и впоследствии вы открыли вашу вторую, третью ветку, стали директором, золотым бриллиантом в этом бизнесе, необходимо каждый день минимум с 5-50 знакомым скидывать видео или приглашать на встречу, делать 5-10 назначений на встречу. Каждый день. Если вы не пригласите сейчас своих знакомых в свою команду, то кто-нибудь обязательно это сделает за вас. Ребят, я знаю очень много печальных историй, когда человек за кого-то решил, что ему этот бизнес не нужен, а потом этот знакомый приходит на встречу или смотрит видео и регистрируется в чужую команду. У меня, например, в организации есть один менеджер, он там на старте где-то забыл про одну девочку, не позвонил, не пригласил ее. А когда он ее созрел приглашать, позвонил там с ней, списался, оказалось, что эта девушка уже является менеджером 12%, уже делает несколько тысяч групповых баллов вообще в другой организации. Но это было печально, это было неприятно. Поэтому пусть лучше ваши знакомые будут в вашей команде, станут менеджерами и директорами в вашей команде, а не в чьей-то другой. Это и для ваших знакомых будет хорошо, и для вас это будет замечательно. Следующий момент. Одеваем бронежилет. То есть, когда вы идете к знакомым, когда вы начинаете поиск партнеров, очень важно надеть на себя бронежилет. Потому что на пути к результату вы на своем пути встретите тысячи возражений. Вот бронежилет – это умение отвечать на возражения и понять, понимать, что это нормально. Потому что если вы сталкиваетесь с возражениями, вы на верном пути. Возражения не есть везде. Когда мы учимся читать, говорить, писать, ходить, в космос ракета летит, атмосфера возражает, в зал мы идем, мышцы возражают. Партнеров начинаем искать, люди возражают. Поэтому если есть возражения, значит вы на верном пути. Помните свою цель, и тогда возражения от ваших кандидатов не будут вас сбивать с толку. Ну и помните, что кому-то проще в своей жизни оставлять все как есть, чем что-то начинать делать, чтобы их жизнь становилась не количественно менялась, а качественно. Ваша задача – просто научиться работать с возражениями. По этому поводу у нас есть отдельное обучение, отдельные вебинары. Здесь я вам могу порекомендовать книгу. Автор Александр Бухтияров. Книга называется «Мастер работы с возражениями». В этой книге разбирается 32 возражения, вот прям по пунктам, что и как с этими возражениями работать. Поэтому надевайте бронежилет и вперед к знакомым. Вас не поддерживают. Напишите, пожалуйста, поставьте, пожалуйста, плюсы, давайте минусы. Минусы тех, кого не поддерживают, ваши знакомые. То, что вас не поддерживают, что вы начали заниматься этим бизнесом. Напишите минусы в чат, если вас не поддерживают. Меня не поддерживали. Меня не поддерживала мама. Да, считал, что я с тюбиками какими-то, занимаюсь, что-то торгую. Отец вообще запретить на одном этапе хотел. Два моих лучших друга меня не поддержали, когда они узнали, что я что-то с Арифлейм делал. Вас не поддерживают? Ну, что я вам могу сказать? Значит, у вас дела, как у большинства лидеров СМК. Да, я являюсь старшим директором, а если у вас не поддерживает кто-то из ваших знакомых, значит, у вас дела так же, как минимум, как у старшего директора. Поэтому вы на верном пути. А какие стадии проходите вы при работе со знакомыми? Ну, первая стадия – это негатив. Да, там из серии. Ну, вот у меня так было, два моих лучших друга, да, мне начали говорить, что все это фигня, Арифлейм – это никому не нужно, у тебя ничего не получится, бросай это дело. Да, ты вообще, как бы, друг там, ну, вот этого, знаете, как бы на чувство вины, ты друг-недруг. Кстати, по этому поводу есть Ян тоже секта. Да, это какая-то секта, говорят. Да, кстати, по поводу секта тоже здесь, вот, на самом деле, очень… У меня была ситуация, когда я в университете стоял, у меня староста, у меня почти все мои одногруппники были на встрече в Арифлейм. И кто-то начинал, кто-то стартовал, потом кто-то стал клиентом, начал заказывать продукцию, и как-то я стою там около университета, выходим, и староста говорит, говорит, слушай, а, кто-то из девчонок просил каталог, я даю каталог, наберет, и там староста говорит, а, типа, Виталий, свои секты. Это бабское дело, говорили мне так некоторые, да. Я говорю, слушай, я говорю, Свет, я говорю, слушай, то, что ты говоришь, ты понимаешь, о чем ты говоришь? Вообще, что такое секта, на самом деле? И тут она как бы замялась, начала как бы, ну, как-то, слушай, извини, я говорю, да, ты прежде чем что-то говорить, ты подумай. Поэтому, да, здесь на самом деле, ну, вот, люди часто что-то говорят, но толком вообще не разобравшись, да, не почитав, что такое секта, например, да, в том же самом интернете, ну, зайти на Википедию и прочитать, что это такое. Да, и вот, по-разному, да, можно, если человек начинает что-то говорить, можно сказать, слушай, давайте мы не будем эту тему поднимать, да, потому что, если ты мне будешь говорить то, чем я занимаюсь, я могу сказать тебе, чем ты занимаешься, да, потому что вот кто-то, кто-то называет самый, знаете, самый сильный сектор работы по найму, да, потому что хочешь, не хочешь, нужно с утра стоять по будильнику, хочешь, не хочешь, нужно идти на работу, за тебя решают, сколько тебе платить, за тебя решают, когда тебе отдыхать, много чего за тебя решают и как бы люди ходят и почему-то работу на кого-то никто секты не называет вот поэтому здесь вот на самом деле ну с вашим опытом с ростом можно людей очень здорово ставить на место вот и человек будет понимать что какую-то ерунду сказал поэтому было еще так ты будешь вот я там носом ставить еще и обман да 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 без штанов останешься да вот бывает кому-то без штанов останешься я говорю что как осталось мне кто-то пришел навстречу когда парень одевать да парень какой-то говорит вот мне знакомы сказали что кто-то пробовал и без штанов остались никогда и чего ну как вот это знаете как бы говорится но нет никаких вот фактов до что человек пришел да если да конечно ничего не делал не слушал спонсора не делал по системе то конечно ему легче сказать что oriflame не работает сетевой маркетинг не работает люди которые меня обучали дебилы да чем сказать я неудачник я не смог да ты свалить на кого-то чем сказать пробовал продукцию я не понял что за вопрос я пробовал я люблю oriflame пользуюсь продукцией да можно зайти нашу ванну и увидеть что у нас мы любим oriflame пользуемся да просто вот поэтому негатив до первой стадии когда человек начинает что-то новое его вот он активится с негативом вторая стадия это советы то есть а ты меня уважаешь да вот это вот советы из серии мы знаем мы делали мы пробовали там тетя маня баба клава да там обезда называется одна бабка сказала одна баба сказала да что кто-то что-то делал вот кстати в плане окружения вот этого знаете вот эти стадии это проверка для окружения потому что настоящий друг да он ну как минимум будет относиться нейтрально или скажет давай я смотрю дерзая посмотрю что у тебя получится да а кто-то даже присоединиться поэтому это вот такой знаете проверка для окружения следующая стадия наблюдения то есть она продолжает интересно что это у него там такого но следующая стадия это восхищение я в тебя верю я всегда в тебя верю есть один директор москве девушка она когда начала ее родители очень жестко не поддерживали чуть ли там палки в колеса не вставляли в плане того что у нее ничего не получится запрещали а потом когда она стала директором на премию который компания перевела когда вы становитесь директором вам в оформляете и п вам там с компанией где-то ну около 200 плюс-минус тысяч рублей переводит на ваш расчетный счет банки вот она ведь на эти деньги отправила всю свою семью за границу до искал то что вот я в oriflame директором стали стал и папа который больше всех как бы вот убеждал что все это хрень скал слушай но я в тебе не сомневался да поэтому от этого стадии восхищения да на каком-то этапе о поддерживать напишите в чат плюсы кого поддерживать до ваше окружение кто-то говорит давай дерзай пробы смотри да есть такие да вот в кого верят кому как бы родственники друзья может быть да за вас там держат до крестики да за вас ведь отлично на самом деле ребят вас поддерживать на самом деле это очень круто да используйте эту поддержку для вашего быстрого развития в бизнесе вам повезло да вам вот вам чуть легче да чуть легче чем тем чем остальным но путь к успеху вам всегда он интересный он увлекательный не останавливайтесь если тяжело значит идет рост просто продолжать просто продолжайте в этом бизнесе получается у всех кто продолжает не получается двух категорий людей у тех кто сюда не пришел и те кто рано ушли вы команда будьте полна ваша команда будет полным отражением вас если вы хотите чтобы ваши партнеры приглашали людей начните себя начните делать на и водить ключевую команду начните делать хотя бы три регистрации в три недели вашу команду если вы хотите чтоб шел товарооборот начните делать товарооборот учить сделать 400 плюс минус 100 баллов хотите чтобы развивались читали книги росли начните сами читать развиваться расти посещать обучение то есть все ваш организация начинается с вас вы пример следующий момент а что делать с теми кто не согласился кто пока не готов ничего ничего с ними не делать но они точно наблюдают за вами ваша задача просто продолжать действовать действовать так чтобы вы утерли здесь всем нос потому что если у вас здесь будет результат то вы всему своему окружению докажете что эти возможности они работают и все утрете нос а если будете бездействовать то просто они скажут ха 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 ну мы же тебе говорили что все это фигня то есть вы подтвердите их их как бы их взгляд развивайте личный бренд то есть ребята очень важно вести личный бренд ваших странички в соцсетях о ваших положительных заменениях о ваших результатах что в жизни происходит какие-то мероприятия посещаете там результаты новые товарооборот команды вы менеджером стали директором там куда-то сходили просто забейте хэштег smk live да и там можно очень много взять информации для вашего для развития вашего личного бренда что ваш знакомый смотрит и наблюдает какие у вас изменения происходят ну и кто-то из них на определенном этапе сам попросится к вам и сказать я тоже так хочу следующий момент настоящие друзья всегда поддержит да то есть то я вам говорил помните видео эдуарда васильева про про друзей да когда он пришел к своим друзьям и сказал то что мы говорили там если не арифлейм по нам это 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 даст на узко они ночи помните да вот эти кто нам бы дал удара скам ну ребят тогда давайте помакивайте вот поэтому пересмотрите это видео еще раз еще я вам рекомендую есть видеозапись владимир долгань а называется видеозапись кто такие настоящие друзья да вот посмотрите в этом видео очень ну такие ценные мудрые фразы на тему настоящих друзей далее теперь главная задача чтобы стать золотым директором и выйти на доходы 70 тысяч рублей в месяц и более за два года и быстрее что необходимо делать необходимо прийти к тому чтобы у вас была минимум одна личная регистрация в день вашу центральную ветку одна личная регистрация в мире арифлейм есть примеров бриллиантовые директора за год семейная пара шахаева за год сделали бриллиант то есть они за год заработали 3 миллиона рублей получили автомобиль от компании слетали в майами сейчас летят поет в сентябре в круиз они за год сделали бриллиант что они делали они просто не ложились спать пока не сделали одну личную регистрацию муж и жена каждый день по одной личной регистрации бриллианты за год для того чтобы для того для этого что необходимо делать минимум десяти людям день скидывать видео с идеей бизнеса или пять назначений на встречу на следующий день в офис к вашему менеджер или к вам лично если вы проводите встречи но дальше статистика сработает на вас наш бизнес это бизнес статистики что в среднем при таком подходе у вас минимум 1 регистрация в день будет будет да просто нужно начать вести себе этот режим если вам нужны настоящие результаты быстро ну как вот в каком-то ощутимом будущем до чем поэтому возьмите такой темп то придите к такому темпу и результат он низ ну и ваше будущее ваших руках мы с вами подошли концу нашего сегодняшнего обучения как приглашать знакомых если есть какие-то вопросы давайте у нас буквально есть я могу ответить сегодня на три вопроса поэтому если у вас есть каких-то три вопроса связанных сегодняшней темой со знакомыми с приглашением знакомых пожалуйста пишите в чат я готов на три вопроса до ответить если вопрос нет просто до берите а есть да вот гусейн пишет если вот это банкета сейчас получается какого 17 18 до 18 июня до будет банкет директоров до в этом году в олимпийском до очередной банкет где будут награждать новые результаты арифлейм россия да поэтому каждого из вас такие банкеты ждут если не в этом году то в 2018 году у каждого из вас есть возможность быть на банкете директоров у каждого из вас есть человек на фк на формирование на встрече по поводу формирования команды говорят что не хочет приглашать знакомых стоит ли дожимать или сразу переходить на холодные методы но смотреть если человек не хочет приглашать знакомых основной момент что это вы не сформировали правильное отношение к работе со знакомыми если это необходимо сколько сформировать правильное отношение то есть если у вас не это не получилось стоит вот если вы подойдите до подойдите если вы например менеджер до подойдите к директорам и спросить и что ты говоришь новичку до если он не хочет приглашать знакомых если вы подойдёте 15 директором да и спросите у каждого из них что они говорят, вы видите, добавите для себя много нового в свою копилку по поводу приглашения знакомых. Это раз. Второй момент, вы можете позвать более профессионального спонсора. То есть, если вы менеджер, позвать вашего директора, да, сказать, познакомить, да, кстати, да, вот вовсе есть твой вышестоящий спонсор, директор, ну, небольшую историю про него промоушен, да, я тебя сейчас с ним познакомлю, и он что-то нам в плане знакомых подскажет. Да, подсаживается ваш директор, вы говорите, о, вот, познакомим, говорит, вот это Алексей, вот там, это Александр, условно, директор, да, вот мы с Алексеем в плане знакомых у нас что-то, мы не идут дела. И директор уже найдет, что сказать, вы просто сидите и слушайте. Да, то есть, это, то есть, первый момент, самим повысить свои навыки. Кстати, Фомон, в следующую пятницу будет проводить Максим Наренко с уровня 9%, если я не ошибаюсь, как проводить формирование, команды. Поэтому, первое, что всем тебе необходимо, пустить это обучение от Максима Наренко, это раз. Второе, повысить, как следствие, повысить свои навыки. Третье, третье, приглашать своего вышедающего директора. Да, если ваш вышедающий директор подошел, там, что-то объяснил, сказал, и новичок все равно не хочет приглашать, ну, здесь, конечно, можно человека отправить, чтобы поизучал еще информацию, прошел программу постановки долгосрочных целей, дозрел до приглашения знакомых, и уже на каком-то этапе начал делать сам. Но это после того, когда твой директор поговорил с этим новичком. Ответим вопрос? Пожалуйста. Хорошо. Если вопросов нет, ну что, ребята, я вам желаю всем роста. Впереди сегодня еще только четверг, впереди еще почти полторы недели действия седьмого каталога. Я напоминаю, что у нас по итогам седьмого каталога квалификации в Крым, да, 18% ключевая команда. Я вам напоминаю, что у нас впереди отличная пора, впереди суперские мероприятия. В это воскресенье в Нижнем Новгороде большая встреча Арифлейм. 17 июня. Я надеюсь, что мы увидимся с каждым из вас на мегафоруме. Это будет масштабнейшее мероприятие Арифлейм Россия. 15 тысяч человек. Если вы решили, что вы в этом бизнесе серьезно, или вы еще не решили, что в этом бизнесе серьезно, все равно на мероприятии 17 июня каждому из вас стоит быть, да, и увидеть вот эти вот масштабы. Да, очень много там приходит осознаний на таких мероприятиях. И очень часто после таких мероприятий идет рост. Ну что ж, всем успешного окончания седьмого каталога. Всем нового результата. С вами был Виталий Соболев, старший директор. Всем доброй ночи. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»